Кроме человека, Господь сотворил множество ангелов. Они окружают престол Его, помогают нам, людям, напоминают закон, хвалят Бога и учат нас этому. На девять чинов разделены небесные бесплотные силы, и одни из высших чинов – это херувимы и серафимы. Серафимы шестокрылатые, покрывая лицо, ноги и руки, взывают друг к другу непрестанными устами, немолчными словословениями «Свят, свят, свят Господь Саваоф». А херувимы столь близки к Богу, что Господь называется «восседающим» или «сидящим» на херувимах. Херувимы встречаются в Псалме 98. Господь царствует, да трепещут народы, Он восседает на херувимах, да трясется земля. Восседающий на херувимах. Этот образ часто встречается в Божественном Писании, и сегодня мы впервые встречаемся с ним в Псалмах. Господь на сегодня велик и высок над теми народами, да славит великое и страшное имя Твое, свято оно. Три раза в Псалме повторится выражение «свято оно». Это будет сказано о имени Божьем, о подножии ног Его и о самом Боге по существу. Господь во цареся, да гневаются люди, сидя на херувимах, да подвижется земля. Господь сегодня велик и высок есть над всеми людьми, да исповедися имени Твоему великому, яко страшное и свято есть. И честь царева суд любят, ты уготовывайся и правоты, суд и правду, воякове ты сотворил, яси. Пятый стих Псалма Церковь использует в празднике воздвижения креста. «Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь под ножи и ног Его, ибо свято оно». Не каждой эпохе дается жить среди святых, видеть лицезреть воочию величие человека, близкого к Господу, человека, носящего Господа в себе. Поэтому есть эпохи, которые утешаются воспоминанием о временах древних, о тех временах, когда люди великие и чудные жили здесь, где живем сегодня мы. И вот Псалом напоминает о Моисее и Аароне, напоминает о Самуиле, как бы в утешении нам, живущим сегодня, говоря нам, как бы жили те, которые были лучше нас. «Моисей и Аарон между священниками и Самуил между призывающими имя его. Взывали к Господу, и он внимал им». Дальнейший текст Псалма по смыслу говорит о том, что как Бог слышал Моисея и Аарона, как Он отвечал на взывание Самуила, так Он, в общем-то, отвечает и нам. Поэтому мы должны стремиться к тому, чтобы уподобляться святым. Апостол Павел выразил эту идею краткой фразой «подражайте мне, как я Христу». Великие подражают Христу, мы же по слабости сил Христу во всем подражать немогущие подражаем святым. И Господь бывает близок к нам, как бывал к Моисею и Аарону, к Самуилу, Павлу и другим святым. «Итак Моисей и Аарон между священниками его и Самуил между призывающими имя его. Взывали к Господу, и он внимал им. В столпе облачном говорил он к ним. Они хранили его заповеди и устав, который он им дал». «Господи Божий наш, Ты внимал им. Ты был для них Богом наказывающим и прощающим за дела их. То есть Ты был с ними близок, Ты слушал их. Послушай сегодня и нас». «Моисея и Аарон в Иереех его и Самуил в призывающих имя его. Призывав у Господа и Твой послушавший их. В столпе облачный глагол шапни, и к охранях у сведения его, повеления его, я же дадеи. Господи Божий наш, Ты послушал их сии. Боже, Ты милостью убывал их сии, умчая на вся начинание их». Заканчивается псалом призывом к прославлению и превозношению Господа Бога нашего. Напомню, что это один из пяти псалмов, объединенных одной красной нитью торжественного духа хвалы. «Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на святой горе его, ибо свят Господь Бог наш». Это был псалом 98-й, еще одно растение Божественного сада. «До встречи в Божественном саду, в саду, который не вянет и не перестает приносить воды». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Гуляя по аллеям Божественного сада, переходя от цветка к цветку, от растения к растению, мы вновь подошли к одному из горьких растений. Такова наша жизнь, в которой день сменяется ночью, а радостные песни сменяются плачем или сетыванием. Псалом 101 – это молитва страждущего, когда он унывает и изливает пред Господом печаль свою. На небе и на земле, среди птиц и растений, псалмопевец ищет подобий своему скорбному состоянию, ищет выплакать свою печаль в поэтических и скорбных образах. Вот они, эти выражения. «Исчезли, как дым дни мои, и кости мои обожжены, как головня. Сердце поражено и сохло, как трава. Я забываю съесть хлеб мой. От голоса стинания кости прилипли к плоти моей. Я уподобился пеликану в пустыне, стал, как филин на развалинах. Не сплю, сижу, как одинокая птица на крови. Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами. Дни мои, как уклоняющийся тень, я иссох, как трава. И вдруг песня скорби сменяется торжествующим голосом, прославляющим Бога. «Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в род и род». Это удивительно, но это именно в духе псалмов. «За ней пепел, я ко хлеб едях, и питье мое с плащем растворях. От лица гнева Твоего и ярости Твоей я, я ко вознес визвергуме и си. Дни мои, я ко сень уклонишася, и ас, я ко сеный исхох. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память Твоя в род и род». Иногда мысль молящегося человека движется в обратном направлении. Так в великом словословии. Вначале хвала, потом покаяние. Слава Вышних Богу так начинается, а впоследствии помилуй меня, ибо я согрешил Тебе. Здесь же наоборот. Пророк унижен, пророк скорбит. Он похож на одинокую птицу, сидящую на заброшенной крыше. Он ест пепел, как хлеб, кости его прилипли к плоти, а потом разогретое сердце пророка начинает вещать неприходящие истины, которые запомнятся, напишутся для иного рода, возвестятся из поколения в поколение. Он пророчествует о том, что убоятся народы имени Господня, и все царь и земные слава Его. Соберутся народы вместе, и царство для служения Господу. Это все напишется для рода иного последующего, и поколение следующее восхвалит Бога. Даже есть пророчество о воскресении мертвых, ибо говорится в псалме, что Господь с небес услышит молитву униженных и придет разрешить сынов смерти. Чудно, но именно из личной скорби и из молитвы о спасении себя от беды впоследствии вырастает молитва, касающаяся всего человечества. Да напишется сие в род им, и люди изъеждими восхвалят Господа, яку приниче с высоты святые свои я, Господь с небеси на землю презрел. Услышите воздыхание кованных, разрешите сыны умершленные, возвестите в Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме. Псалмы – это чудесное, гармоничное соединение того, что касается всех вместе и каждого в отдельности. Уходя от судеб Вселенной, псалом говорит о каждом из нас. Я сказал, Боже мой, не восхить меня в приполовине дней моих, то есть не дай мне умереть в половине моего срока. Если срок жизни нашей 70, если в силах 80, вспомним Моисея, то половина – 35-40. Это приполовение есть возрастом, когда человек еще не научился мудрости, не приобрел смирения. Страшно умирать неготовому, страшно становиться перед лицом Бога Живого с делами в руках своих. А вот далее слова касаются Бога, а апостол Павел их в послании к евреям цитирует, относящимся к Христу, то есть доказывает нам Божество Иисусова. «В начале Ты основал землю, небеса – дело рук Твоих. Они погибнут, а Ты прибудешь. Все они, как криза, обветшают. Как одежду Ты переменишь их и изменятся. Но Ты тот же, и лето Твои не кончится». Чудные слова, относящиеся к Спасителю нашему. Это был Псалом 101, чудный Псалом, учащий нас молиться в скорбях и от молитвы о себе переходить к молитве за всю Вселенную. До встречи в Божественном Саду, в чудном Саду, который не увядают и не перестает приносить поды. Редактор субтитров А.Семкин Псалом 104 и вслед за ним еще два псалма являются историческими. История – учительница жизни. История – эс-магистр Вите. Так говорили мудрые римляне и вслед за ними многие мудрецы других народов. Впрочем, люди часто бывают столь несмысленны и костны сердцем, что Гегель однажды с горечью заметил, история учит одному, тому, что она никого ничему не учит. Воспоминания о делах древних, погружение умом и сердцем в дела минувшие – это неизбежный и важнейший компонент религиозного воспитания в еврейском народе. «Воспоминайте чудеса Его, которые Он сотворил, знамения Его и суды уст Его». Такие строки мы читаем в Псалме 104. «Он Господь наш, по всей земле суды Его». Псалом подчеркивает, что, несмотря на неверность людей по отношению к Богу, Бог верен своему завету. «Однажды сказанное им остается твердым, то, что вышло из уст Его, пребывает неотреченным. Он вечно помнит завет свой, слово, которое заповедал в тысячу родов». И далее Псалом рассказывает об истории еврейского народа, начиная от Авраама, от его избрания. Вскользь упоминает об Исааке и Якове и переходит к тем временам, когда евреи еще не были народом, но были маленькой семьей. Когда их было еще мало числом, очень мало, и они были пришельцами в ней, то есть на земле, и переходили от народа к народу, из царства к иному племени. Господь хранил их ради будущего, никому не позволял обижать их и возбранял о них царям. Многие князья и цари, на земле которых путешествовала семья Иакова, слышали от Господа грозные прещения, «Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла». Важнейшей вехой в истории семьи, которая впоследствии должна была превратиться в народ, была продажа в рабство Иосифа. Это великое злодеяние, которое пророчески указывает на убийство Христа тоже единокровными братьями и тоже из зависти. Псалом называет промыслительным. Он говорит так, «Послал пред ними человека, в раба продан был Иосиф». Иосиф попал в плен, однако по милости Божьей, ради мудрости, которую Бог ему даровал, он возвысился над египетским царством. «Послал царь и разрешил его владетель народов и освободил его, поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он, Иосиф, наставлял вельмож его по своей мудрости и старейшин учил мудрости». После этого переселяется в Египет остальная семья. Там живет 400 лет и весьма и весьма умножается. Так что стали сильнее по количеству людей и по крепости телесной и душевной местного населения. И тогда озлобляется фараон и приближается история исхода. Избирается Моисей. Десять казней насылает Господь на египетский народ и на фараона для того, чтобы сокрушить их гордыню, смирить их и заставить уйти евреев, разрешить евреям уйти из Египта. Знамения были страшными. Ни до, ни после таких знамений над каким-либо из народов не было. Послал тьму и сделал мрак. Не воспротивились слова его, приложил воду в кровь и уморил рыбу их. И так далее. Густая тьма, скнипы, жабы во всех помещениях, вплоть до царской спальни. Наконец, умершление первенцев. Евреи поднимаются и уходят из Египта, возглавляемые Моисеем, воспевая Господу победные песни. И так заканчивается псалом. Дал им земли народов, и они наследовали труд иноплеменников, чтобы соблюдали уставы его и хранили законы его. Аллилуйя! Дальнейшая история говорит о путешествии по пустыне и о событиях, бывших в этом путешествии. Но об этом говорит следующий псалом. Псалом 105-й. Посему до встречи в саду божественных песен, в саду, который не увядает. Учит нас, согревает, кормит и никогда не устает приносить плоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова